Всем привет, с вами Хьюк. Я продолжаю проходить и Наза Зон Мод. Сейчас я пришел к этому тоннелю с электрами по заданию сезона. Нужно сходить проверить, что здесь такое. В этом тоннеле мы уже были в прошлой серии, нашли здесь три артефакта. Ну давайте посмотрим, может быть здесь есть что-то еще. Ага, смотрите-ка. Появился какой-то еще артефакт новый. Его здесь не было, когда мы тут были в прошлый раз. Что это за загогулина? Отнести артефакт Федьке. Так, сейчас я, пожалуй, сначала выберусь, а потом мы будем его рассматривать. Так. Ага. Все. И что это такое? Измененный изолятор, нифига себе. Фидос, смотри, какую я хрень нашел. Проверил этот тоннель и нашел вот такой артефакт. О, как. Интересно. Никогда такой не видел, да и не слышал толком. Как-то такой артефакт оказался в тоннеле, а? Эх, становится все только интереснее. Слушай, отнеси-ка ты этот артефакт ученым. Думаю, они разберутся, что с ним делать. А вот и заплатят даже. А где в них искать-то? Наш торговец говорил, что вроде как ученые на агропроме поселились. Если не ошибаюсь, на заводе. Он ведь на них раньше работал, когда был еще одиночкой. Так что туда и отправляйся. Ну, хорошо. Так, нам еще, я думаю, стоит сходить на север кордона. О. Артем, это кабан. Надеюсь, ты еще не забыл про меня. Так вот, зайди ко мне. Как будет свободная минутка. Смотрю, у тебя новое снаряжение. Мне один человечек должен был сделать большую скидку на его товар по старой дружбе. Вот и вышло по дешевке. С такой снарягой уже не так страшно. Угу. И, кстати, я даже... Я же тебе должен был. Вот, держи, заслужил. Антирады. Аптечка 10 тысяч. А что дальше собираешься делать? Пока что хочу освоиться здесь. Найти новых друзей, напарников. А там, глядишь, и вглубь зоны можно отправиться. Говорят, что артефактов там. Ну, в общем, как-то так. Спасибо тебе еще раз. Если бы не ты, то не знаю бы, что сейчас со мной было. Ну, я тогда пойду, а то у меня еще своих дел выше крыши. Ага. Ну, привет. Здорово. Очень здорово. Ну, а мы пойдем... Привет, брат. ...на север кордона. Там должны быть наемники. Вроде бы... говорили, что у них также могут быть какие-то задания. Найти информацию о наемниках на заброшенном заводе. Где-то задания в темной долине. Неизвестно, когда мы будем выполнять. Отравили воду. Это тоже неизвестно. Отнести артефакт ученым. Это мы сделаем скоро. Добраться до базы на агропроме тоже. А вот эти вот инструменты, честно говоря, у меня никакого желания нет искать. Во многих модах на Зов Припяти эти инструменты нужно искать. Мне так это задание уже надоело, что... Просто никакого желания нету заниматься этим квестом. Я думаю... У меня уже довольно много денег. Нужно будет прокачать артефакт пустышка. Купим у того мужика документы и прокачаем этот артефакт. Конечно, еще бы не мешало бы и какой-нибудь нормальный броник, но это чуть позже. Так, здорово. Думаю, за два дня управимся. Там, где лов-то всего ничего. Хорошо бы только без лишнего шума обойтись. Это ты про что? Увидимся. Так, ладно. С кем тут еще можно поговорить? Ну, судя по всему, вот здесь какой-то мужик сидит. Стопудово что-то скажет. Есть возможность подзаработать. Хм, а сам как думаешь? С виду ты не похож на опытного сталкера. Скорее очередная отмычка, которая подохнет в первой же аномалии. Ну, не подох же, пока до вас добирался. Ну, так что, есть что-нибудь? Ну, а как же, есть, но не для себя. Если хочешь позаработать, то придется сначала проявить себя. Найду я для себя две рутинные работенки, а потом и подумаю, брать тебя с нашими ребятами или нет. Для начала ты нам раздобудешь припасов, желательно консервированных, а то наши уже на исходе. Чего? Я в зону не банки консервированные пришел собирать. Может, что еще есть? Тебя никто не заставляет, не хочешь, не надо. Вот только эта работенка тебе сейчас в самый раз смог бы неплохо на этом денег заработать. На консервах? И на этом тоже, если лишние останутся. В общем, возле разрушенного моста есть такое местечко, элеватор называется. Там раньше сталкеры хранили еду. Припасы, оружие и прочее. Вроде как большую часть припасов разобрали, но что-то точно должно было остаться. Так, ну ладно. Поищу что-нибудь. Вот и славно. В общем, нас тут человек девять. Вот и приходи, когда соберешь столько же консервированной еды. У-у-у. Ну ладно. Ом. Интересно. С тобой не поговорить. Крон молчит тоже. Ну что делать? Отправляемся тогда на элеватор. Ну вот, подхожу я уже к элеватору. По пути тут под мостом артефакт нашел. Каменный цветок, да? Да, каменный цветок. Ну что же, а тут у нас на элеваторе зомби. Не понимаю, как они тут и откуда они здесь. Как могут быть зомби уже на кордоне? Ну ладно. Один лег. Ну давайте потиху будем с ними расправляться. Пожалуй, сейчас забегу отсюда. О, привет. Ух ты. Мужики. Тише. Тише, 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 тише. Я думал их тут будет чуть поменьше. Так, ребята, здорово. Как вы хорошо встали. Ой, и ты оживился. До тебя далековато. Поэтому я, пожалуй, зайду вовнутрь. Тут кто-нибудь есть? Ладно. Сейчас мы тебя обойдем. Ух ты ж. Ё-моё. Меня обошли. Погоди, мужик. Погоди. Ух ты. Откуда вы повылазили? Там же только один человек был. Ну какой человек? Один зомбарь. Это что было за надпись? Ладно, потом разберемся. Обыскать ящик. Ха, ничего себе. Стойте. Погодите. Погодите. Ладно, я понял. Да. На этом ящике я не спасся. Надо было повыше запрыгнуть. Да, не самое лучшее место. Быстрее беги, беги, беги. Куда-нибудь. Здорово. Один момент. Что, еще живой? Сколько же мне нужно прыгать вокруг тебя, а? Ну неужели? Что ты тут все стреляешь, а? Неугомонны. Ну сколько же вас еще осталось? Должно быть уже пару человек. А может это было уже и последнее. Очень на это надеюсь. Что у них имеется? Ну все понятно. Стандартное снаряжение. Так, срежем с этого кабана все что можно. Вырежем копыта. И где-то еще вот здесь вот себе приложил, да. Два копыта мяса. Так, все это забираем, потом продадим. Лишняя копеечка нам не помешает. Так, ну давайте начнем обыскивать ящики. Дробь, консерва, тушенка из говядины. А в этом что? Антирад, рыбные консервы. Ух ты, нифига себе. И что, уже обновилось задание? А, ну у меня суммарно уже консерв 10 штук получилось. Но я думаю, надо все равно обыскать все ящики. Потому что тут, походу, довольно неплохие вещи лежат внутри. Антирады. Противоантирационный препарат армейский. Нифига себе. Чем он отличается? Вот это обычный. А, минус 400. Понятно. Протеиновый баллончик. Так, я же ничего не пропустил. Эти два ящика. Это третий был. Вот четвертый стоит. Что здесь? Радиопротектор, консервы. В этом? Мы тут сейчас нехило так поднимемся. Такими темпами. Кокаин? Ну я же сказал, поднимемся. Кокаин. Сколько, интересно, он стоит? Так, это что? Масло и растворитель двойка? Что это? Подходит для всех видов оружия. А, оружие чинить. Точнее, для смазки. Так, а где же кокаин? Кокаин. Что-то я не понимаю, как он выглядит. По идее, должен же быть что-то типа мешочка. А, у нас целых два их? Интересно. Выносливость добавляет и переносимый вес. Так. Ну что, это был последний? Нет, не последний. Еще в маленьких тоже что-то есть. Рыбные консервы. Все понятно. Ой, смотрите, у нас на мини-карте появился новый зомбарь. Друг, ты чего? Йо, ПРСТ, какого черта ты? Еще живой. Так. Ну что же, очень даже неплохо. Я сейчас по пути зайду на базу. Все это продам. Барахло. Но тушенку несем наемникам. Сейчас еще нужно всех зомби дашмонать. Во дворе вроде еще кто-то. Кстати, вот на сам элеватор туда не помешало бы подняться. Может там чего есть полезного? А тут никаких ящиков нету, да? Вот плохо, что на мини-карте не обозначается главный герой. Можно немножко запутаться. Хоть, конечно, уже сколько раз по этим локациям ходили, но все равно непривычно. Ну, похоже, наверху нас ничего интересного не ждет. Ну что же, тогда продолжу я запись уже возле наемников. Ну вот, вернулся я к наемникам. По пути, как я говорил, зашел на базу, продал все то барахло, то оружие. Ну и решил я купить у Мирона документы для апгрейда артефакта пустышка для селекции. Ну и вот, прокачал его на третий уровень уже. И получился довольно неплохой артефакт. Ну что же, теперь давайте отдадим провизию Шону. Вот тебе немного за первую работенку. Появилось тут еще одно дельце. Заказ несложный, но платит хорошо. Думаю, для себя в самый раз. И что за работа? Заказчик сталкер. Он сейчас находится на агропроме и ищет людей для одного дела. Нужно ему свой кейс обратно вернуть, который он в тоннеле спрятал. Говорит, Снорков боится, которые там и объявились. И много платит? Где-то 10 штук. Вполне неплохо, не так ли? Да, неплохо. Ну а сами-то чего? На заказ не взялись. За заказ не взялись. Есть задания, за которые нам платят намного больше. А это как раз для тебя будет. Заодно проверим, как ты справляешься с ответственным делом. И смотри там не облажайся. Я соврал, что ты человек надежный. К нему часто левые люди заходят. Хотят узнать, где тут кейс свой прячут. Так что скажешь, что ты от нас. Найти его сможешь в баре. Это на базе долга. Зовут его Берг. Это все. Можешь идти. Ну что ж, вот теперь я думаю, можно уже отправляться на Агропром. А, еще вот этот вот тайник бы забрать. Ну сейчас я туда сбегаю, посмотрим, что там. А ты, мужик, нас не пускаешь, да? Дальше пройти. Ну, в принципе, у нас тут и перехода дальше и нету. Ну что же, пошел за тайником. Ну вот, пришел я к этому тепловозу по пути. Там вот было небольшое скопление аномалий. Я нашел еще одну медузу. Ну а здесь лежит маска. противогаз. Ну что же, отлично. Вот теперь, я думаю, можно отправляться на Агропром. Перехожу я в этот, захожу в этот переход и появляемся мы на Агропроме. А на Агропроме нас сразу встречает какой-то бывалый. Стоять, сталкер! Может, оружие уберешь, а? Не люблю я говорить под прицелом. Хорошо, а теперь говори, что ты тут делаешь. Нужно встретиться с одним человеком на вашей базе, надеюсь, пропустишь? Конечно. Слушай, раз ты на нашу базу идешь, то можешь кое-что главному передать, а? Что именно? Если это не займет много времени, то помогу. Нет, нужно сообщить полковнику, что дорога на свалку была отбита бандитами, так что нужно срочно восстанавливать контроль. А почему сам не сообщишь? Если вкратце, из штаба поступил приказ, чтобы мы проверили дорогу на свалку. Одному из нас нужно было сходить и проверить место. Естественно, я, как самый опытный, пошел на разведку. После я увидел, что все долговцы были убиты и остановку захватили бандиты. Я быстро рванул обратно, но за то время, как я отсутствовал, на моих ребят напала стая собак. Ребята неопытные и толком не умели обращаться с оружием. К несчастью, от стая собак отбиться они не смогли, да и рацию умудрились сломать. Но мне покидать пост запрещено, поэтому прошу тебя сообщить полковнику о случившемся. Ладно, давай. Так, появляемся мы вот в этой части агропрома. Тут у нас имеется два перехода в подземелье и это тоже. Хм. Интересно. Так, а вот и эти парни. Да. Так, ну что, нам сейчас нужно двигать на базу долго, тут целых три точки, с кем нужно переговорить. Потом еще сходим на завод к ученым. Так, сразу давайте проверим, вот я смотрю, аномалия имеется, но похоже без артефактов. Хорошо. А вот интересно, если тут два перехода в подземелье, то это получается тут подземка и из теней Чернобыля, и из чистого неба имеется, или может быть ее объединили вместе? Ну ладно, потом я думаю нас обязательно в это подземелье направят. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас меня кот подрет. Можно было запрыгнуть на ветку сломанную, но я перелетел. У какой, у какой? Ну что? Нет, возвращается. Ну давай, подходи поближе. Что тут у тебя есть полезного? Хвост и мясо. Но мы тем временем уже подбегаем к базе долго. Кстати, сейчас, когда вот на кордоне подходил к переходу на агропром, заметил, что вот здесь вот немного изменилась локация кордон, и теперь вот в это вот место, вот в эту часть кордона, вот на эту территорию можно зайти. Странно, что в сталкере не использовалась раньше вот эта вот местность, но в этом моде сюда все же можно пройти. Я сам туда не ходил, может быть, нас потом пошлют по какому-нибудь квесту туда, но если нет, потом разведаем то место. Здорово. Так, ну что, с кого начнем? Давайте по порядку пойдем, наверное. Сразу вот сюда забежим. Так. Ну, привет! Привет. Я от наемников. Хорошо, что ты пришел. Дело срочное, довериться некому. Надеюсь, наемники посвятили тебя в курс дела. Говорили, что ты кейс свой не можешь забрать. Дело в том, что в кейсе находятся бумаги с очень важной информацией. Если я их не принесу нужным людям, то у меня будут большие проблемы, а потому решил спрятать кейс понадежнее и закопал его в конце тоннеля. Вот только когда собирался забирать его, то увидел в тоннеле кучу снорков. Вот кого-кого а снорков я терпеть не могу. Готов хоть на химеру с ножом идти, а вот от одного вида снорка так и хочется бежать как можно дальше. Потому я ищу надежных людей на это дело. С деньгами проблем нету, а потому оплата достойная. И где ты закопал свой кейс? В самом конце тоннеля, с правой стороны. Лопату я дам, и насчет снорков. Их там просто тьма. Даже опытного сталкера с хорошим снаряжением могут возникнуть проблемы. А потому дам тебе вот эту химическую бомбу. Установишь ее в тоннеле и снорков как не бывало. Этот газ не опасен для людей, так что максимум головокружением отделаешься. Так если у тебя есть такая бомба, почему сам не сходишь? Ну а вдруг она не сработает или еще что-то произойдет? Да и как я говорил я терпеть не могу снорков. От одного их вида начинаются трястись мороз Кошачий хвост Держи кошачий хвост и мясо Пожалуй тоже тебе продам Так мороз А что ты за работу предлагаешь? Нужно найти документы на территории базы свободы За эти бумажки готов заплатить круглую сумму На территории базы свободы База свободы А где находится база свободы? Аномалия кисель Может вот это база свободы на заводе? А Все понятно Ладно Это не скоро Так Нам он дал старую лопату и химическую бомбу Ну будем в том районе зайдем А пока А пока Кстати по-моему Агропром такой же как в Модибок с нами Я вот помню вот эти двери Кстати в баре может быть еще с кем-то можно было пообщаться Вот тут вот я смотрю в этом доме еще какой-то торговец Так погодите я еще не ухожу Здесь много других людей Вот ты кто? По-моему никто пока с нами разговаривать не хочет дрем дрем Эх чего тебе не видишь ни в настроении я сейчас разговаривать Что-то случилось? Случилось Еще как случилось Все началось с того что я и мой друг Максим взялись за один заказ у ученых Раньше Раньше мы только занимались поиском артефактов а потом нам предложили поискать документы под агропромом Все бы ничего Вот только нас забыли предупредить что в подземелье полно радиации И что дальше Снаряжение у нас было не самое лучшее так что мы решили что надо сделать все по быстрому Прошли немного по коридору как вдруг услышали жуткий виск или что-то вроде того Не знаю что это было но я весь задрожал от страха с мыслями что это место станет нашей могилой Я сказал Максу что нужно выбираться после чего дал дерру к выходу Я так как понимаешь выбрался вот Максим Слушай не хочу тебя беспокоить по такому делу Я уверен что Макс уже мертв вот только не хочу чтобы его вещи из тайника которые он где-то спрятал достались левым лицам Я хочу попросить тебя что если ты соберешься в подземелье то можешь может поискал бы его в частности ПДА Ну ладно Так но в подземелье я еще пока не собираюсь Я думаю меня тут туда еще направят Балбес Эх тихий говорил же ему не ходи в одиночку Он Что-то случилось Да вот сталкер был тихий и нет его Третий день нет Сказал что дело у него есть а сам пропал Ведь мог бы и подождать меня сходки Может быть все обошлось Эх Ты его уже раньше времени похоронил что ли Он мне сам говорил что дело плевы максимум на пару часов А уже три дня как прошло Хотел бы верить что с ним все в порядке но с каждым днем надежды на него все меньше и меньше И что ты даже не пытался его найти Да искали мы его вчера с трусом Но все без результатов Расспросили всех на базе Ни у кого задания не брал Возможно он двинул на кордон и там остался во что хочется верить Был я на кордоне не припоминаю такого сталкера Вот как Тогда даже и не знаю где его можно искать И куда он только мог отправиться Слушай не мог бы ты нам помочь с поисками Знаю что глупо втягивать тебя в наши проблемы когда у самого наверняка дел по горло Денег у нас толком нету да еды с медикаментами на исходе Все что у нас есть артефакт Ладно попробую найти но ничего обещать не Ну вот получили каких-то два задания Так в это здание пока главное не пойду Вот я смотрю здесь какой-то еще торговец на карте обозначен Здорово Ага Что у тебя имеется в продаже Так Вебри 12 молот Вот эта вот вещь я пожалуй куплю Мне советовали ее взять потому что вроде бы ствол очень даже неплохой А у меня пока вот это вот вот это можно продать Теперь у нас есть хоть что-то против мутантов Еще бы улучшить Кстати по-моему сюда и глушитель можно поставить как бы это странно не звучало Что тут написано Прицелы глушитель ПБС 1 ставится УБС 1 3000 Ну давай Супер Прям какой-то АК под патрон дроби 12 на 70 Так Ну что Здорово Здорово Я к вам в гости С кем тут пообщаться Так На втором этаже у нас А послание Нужно рассказать же тому командиру или кому-то Давайте сразу наверх поднимемся А по основному заданию еще успеем По основному сюжету Чего расскажешь хорошего Вы полковник просили передать что бандиты захватили дорогу на свалку Ясно Значит нужно отправлять бойцов на захват территории Надеюсь сведения верные Кто просил передать информацию Долговец который держит переход на кордон Он там один остался Так что покидать пост ему нельзя Вот он и попросил меня помощи Надо бы отправить туда пару людей чтоб подменили его А что насчет себя ствол я вижу у тебя кое есть А значит бандитов Ну вот и отлично Тогда двигай к нашим ребятам Найдешь их в ангаре Ну а я сам пока сообщу что приготовились Кое какой ствол есть ПБ у меня только против бандитов Ну что поделать Так ладно по основному сюжету чуть позже пойдем Сейчас давайте с бандосами разбираться Ну что братва С кем тут поговорить из вас О а вот и сталкер Ну что готов пострелять Да когда выходим выходим сейчас когда идем до места обсудим все необходимое Ну давай Отлично сразу перемещаемся в нужное место Ну вот мы на месте сделаем все быстро и в лучшем виде Двинули убить бандитов О все понятно Я тут с каким-то пистолетом с такого расстояния надо ближе подходить Так сколько их там вот Не понял Вроде последний сталкер сообщи полковнику Шульге что дорогу на свалку отбили успешно А мы пока проследим чтобы еще бандитов не набежало Эй Эй Ребята Это что за дела Я даже не поучаствовал Хм интересно интересно Нифига сколько трупов Сейчас я тут наберу себе оружие Так Так Ну вот опять же не отображается на миникарте наш главный герой Теперь вот попробую тут в этой траве кого-то отыскать Ну хоть кто-нибудь О Отлично Нашивка бандитов Так калаши Все это собираем Как-то получилось все очень легко и просто А как раз рядом с этим местом можно сходить на снорков Так Ладно Разберемся Сначала бандосов бы обыскать И вообще уже поздновато Хотелось бы лучше действовать днем Ну вот где еще хоть кто-нибудь А Так Все забираем Там я еще одного обыскал вне записи Ну вроде бы все Вроде бы все Ладно Шульге мы о зачистке дороги на свалку доложим чуть позже А сейчас мне интересно сходить в этот тоннель но пожалуй это я сделаю уже в следующей серии А на этом все всем спасибо за просмотр с вами был Хьюг всем удачи и пока не это я был Продолжение следует...